В селе Приуральное Бурлинского района будут капитально отремонтированы дороги на трех улицах – Достык, Житекше и Уральской. На эти цели выделен 421 млн. тенге из республиканского бюджета. Проекты реализуются в рамках государственной программы ООЛ Ель-БСГ. Дождались ремонта дорог и жители села Козелтал, которые с 2013 года входят в состав моногорода. Подходит к концу первый этап строительства дорог на улицах микрорайона Строительный 3. Проект крупный и дорогостоящий. Поэтому реализация займет 2 года. Не менее важна для комфортной жизни пожарная безопасность. Оксай растет и нуждается в новом пожарном депо. В Приуральном проживает 1390 жителей. Село располагается в 45 километрах от Оксая. Вдоль трассы республиканского значения подстеплены ЭЛЕК. Здесь есть школа, детсад, работают крестьянские хозяйства. Развивается малый и средний бизнес. Имеется общежитие для бюджетников. В прошлом году был построен новый ФАП. На встречах с руководством района и собраниях общественности именно состояние внутрипоселковых дорог всегда являлось главным обсуждаемым вопросом. В этом году в Приуральном сельском округе по программе АУЕЛБЕСИГА были выделены средства из бюджета. Состоились тендерные процедуры. Определились победители. И начались работы по капитальному ремонту и среднему ремонту трех улиц нашего села. По улице Досток протяженностью километра 700 метров выиграла компания ТО Ельжас. По улице Уральская протяженностью 2 километра 700 метров выиграла компания Хроллсстройсервис. И по улице Житикща протяженностью 730 метров выиграла компания ТО Шамши. Также въездная дорога от республиканской трассы Подстепный-Лег к нашему селу протяженностью около 300 метров. Также выиграла ТО Шамши компания. Наши жители Приурального сельского округа очень обрадовались, что в преддверии 30-летия независимости нашей республики Казахстан проводятся такие работы, ремонтные дороги с асфальтным покрытием, с обустройством тротуара для пешеходов. И они давно ожидали этого момента, потому что это состояние наших дорог внутри поселков. Это одна из основных проблем была, которая долгие годы не решалась. В этом году, наконец, эта проблема нашла свое решение. Улица Досток является главной в Приуральном. Протяженность дороги составляет почти 2 километра. Она была заасфальтирована в 80-х годах прошлого века. На капремонт в этом году выделена сумма в 189 миллионов тенге. Ширина нового асфальтового покрытия составит 6 метров. Обочины укрепляются щебеночно-песчаной смесью 15 сантиметров. Подрядчиком выступает ТО Ельжас. Технические характеристики этой дороги, значит, такие. Дорога протяженностью километров 790 метров. Двуслойный асфальтный бетон, площадь 6 и 4 сантиметра. Подселающий слой 15 сантиметров состоит из ПГС. Щебеночное основание 15 сантиметров из крупного щебня. И верхний слой щебеночного основания 8 сантиметров. Ширина проезжей части 6 метров. Что по дороге входит в проект? Проект входит в строительство тротуара, укладка металлических труб на съездах, разметка, обстановка. Укрепляете обочину? Обочина укрепляется щебеночно-песчаной смесью толщиной 15 сантиметров. Старый серез асфальтов уже куда-то определяется? Часть, значит, срезанного материала. У нас ее на основании, на поселающей слой. И часть уже будет использоваться по усмотрению местного акима. Какие-то технологии используются? Холодный резайклинг или другое? Нет, нет, нет. Обычный? Обычный, да. Слойный срок. Ну, честно говоря, бюджетный объект, это первый наш объект. Мы так работаем. У нас есть прямой контракт с КПО. Мы работаем на месторождении. Одновременно проводятся дорожные работы и на двух других улицах – Уральской и Щичикши. Подрядчики стараются успеть срок. Подрядчиком по улице Уральской выступает ТО Курлы Жилсервис КИЗ. По Щичикши – ТО Шамши. Капитальный ремонт строительства дороги идет 2 километра 667 метров. Сама дорога асфальтирована 6 метров шириной бывает. Тут и съезды есть. До 10 метров съезда у нас будет. И водосточные трубы с диаметром от 600 до 80, чтобы между ними вода пробегала. У вас же зимой снега большие бывают. Когда растает, она чтобы действовала. Так, ширина насыпи у вас по проекту 12 метров. Это улица Уральская. Я думаю, сегодня... Из чего будет состоять... А, смесь состоится из земного грунта. Потом 15 сантиметров ГПСа и 23 сантиметра щебня. И 10 сантиметров асфальта. 6 сантиметров – это крупный зернистый идет. А потом 4 сантиметра – мелкозернистый. Когда планируете закончить? Ну, постараемся за два месяца управиться. Ну, это погода, если позволит, конечно. Хотя она переходящая идет. Ну, постараемся побыстрее закончить эту работу. Также будет отремонтирован въезд в село протяженностью около 300 метров. На эти цели выделено 32 миллиона сеньги. Все подрядчики на время ремонтных работ проводили набор рабочих среди местного населения. За работой организаций следит народный контроль в лице сельчан. Дорогу строили, значит, от таможни и до Бурлина – жамбульцы. И до Оксаи они строили вот эту дорогу. Мы, значит, с председателем, я был членом правления, связались с их руководством. И они нам, ну как, мы с ними рассчитались бартером. Значит, мясо им поставляли для их организации. И они нам эту дорогу сделали. Они сделали эту дорогу, потом на первой бригаде в степи сделали асфальтированный ток зерновой. И эту дорогу сделали. Ну, ее сделали неплохо, она хорошо существовала. Ну, все же, безвечно ничего не бывает. Мы очень рады, конечно, и довольны. Тем более тротуар будет. Это же как замечательно. В общем, с бабушкой у меня инвалид, я в коляску поставлю и по тротуару. Могу до магазина доехать, правильно? Большое спасибо, конечно, за все, за это. Мы очень рады. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составит почти 5,5 километров. Чаяни жители исполнены. Внутри поселковые дороги асфальтируются. Улицы приобретают совершенно другой вид. Для комфортной жизни сельчан не достает всего лишь малого. Ремонт основной трассы, которая ведет в областной центр. Ее состояние давно оставляет желать лучшего. В Аксай продолжается работа по созданию комфортной зоны для водителей и пешеходов. Общая протяженность дорог моногорода составляет 189 километров. Из них 138 с твердым покрытием. Немаловажную роль играют госпрограммы, благодаря которым реализуются крупные дорожные проекты. В данное время в рамках программы развития моногородов перетворяется в жизнь проект по строительству дорог в микрорайоне Строительный 3. Его стоимость порядка 1 миллиарда тенге. Эта часть села Казалтал застраивается с 2002 года. Жители регулярно поднимали вопрос с дорогами на каждом сходе граждан и ежегодных отчетных встречах с Акимом района. Писали о проблеме в соцсетях. И вот им удалось добиться своего. Я живу здесь только с 2016 года, с осени. У нас всего здесь было два дома. Дороги были ужасные. Выбираться было очень тяжело. Зимой вообще нас не видно было. Снега было очень много. Мы выбирались, находили этот способ, решали этот вопрос. Сейчас в этом году, благодаря компании АЗС, начали делать дорогу. Надеемся, будет все хорошо. Спасибо. Главное, дети рады, что им очень легко будет выбираться в школу, играть. Какие пожелания? Спасибо им. Процветание. Нашему городу процветание. Чтобы везде были дороги красивые. Цветение. Спасибо всем. Общая протяженность асфальтированных дорог по проекту составит почти 10 километров. Предусмотрено два слоя асфальта. Помимо этого прокладываются водопропускные трубы. Обустраивается пешеходная зона и орычная система. Реализация проекта началась в августе. Строительно-монтажные работы выполняет местная компания. ТО «Аксайбизнесстрой». Проект – это капитальный ремонт, микрорайон «Строительный 3» в селе Козелтау. Здесь основная дорога протяженность 9 километров. Получается тротуара 7,5 километров. И орык по всей протяженности дороги. Получается. Кроме этого, есть водопропускные трубы на наличии. Когда проект был начат? Проект был начат в августе этого года. Начали 11 числа. Август. Получается, два месяца. Проект переходящий на два года. 2021-2022 год. Получается, в этом году планируем сделать 50% от объема. Проект является переходящим. Он рассчитан на 2021-2022 годы. Согласно нему, в текущем году подрядчик должен сдать 40% работ. В планах же выйти на 50%. Есть препятствия. Перебои с поставками инертных материалов, ГСМ и битума. Изменения в их стоимости. Есть небольшая проблема в поставках битума, потом инертных материалов. Битум произошло подорожание по отношению весны и осени этого года на 100%. Если весной он был 80 тысяч тенге, то сейчас битум по ставке 160 тысяч. И еще есть затруднения именно в поставке. Потому что проплачено было уже месяц назад битум в Актау. Но битума поступления пока нет. По инертным материалам тоже произошло подорожание. И проблемы есть с поставкой. Не хватает вагонов постоянно получается. И даже если вагоны приходят в Аксай, то тепловоз не всегда бывает здесь. Непосредственно на нашу станцию, чтобы перетащить на тупик. Бывают такие вот, ну, как бы, проблемы вот такие бывают. Подорожание ГСМ тоже так же. Была проблема вообще в ГСМе. В какой-то момент там в течение нескольких дней вообще не было. Ни на заправках, нигде получается. Вот тоже как бы простой у нас был за счет этого. Ну, вот, как бы, мы планируем вот на этот год 50% сделать. Земля, все подготовлено уже, полностью земполотно. Я говорю, только вот получается, что, ну, в отставке материала. В целом, за последние три года в Моногороде заасфальтировано почти 40 километров дорог. Из них капитально отремонтировано 17. На 15 километрах проведен средний ремонт. И эта работа продолжается. За 30 лет независимости Аксай значительно расширился. Новые дома, социальные объекты, торговые объекты. Увеличилось и население. Система пожарной безопасности нуждается в обновлении. В связи с этим, в июне текущего года в Моногороде было начато строительство депо на 4 единицы спецтехники. Пожарная часть номер 9 города Аксай базируется в здании, которое было построено порядка 30 лет назад на территории вахтового городка. Оно морально устарело. И это не считая плотной застройки в этом микрорайоне. Штат части на сегодня состоит из 45 сотрудников. Новое депо строится на северо-востоке Моногорода. Его территория вместе с зданием займет площадь в 1 гектар. В связи с ежегодным расширением города Аксай, увеличением ИЖС-объектов, промышленных, социальных объектов, есть необходимость обеспечения мобильной пожарной части доступа к промышленной зоне, а также к жилому сектору. На эти цели в рамках программы «Дорожная карта занятости» в 2021 году было выделено 233 миллиона на строительство пожарного депо на 4 автомобиля. Располагается рядом с котельной городской. Подрядчиком выступает ТО «Юкремстрой». На текущий момент идут работы по монтажу металлоконструкции, обшивка с венч-панелями и по благоустройству. Планируется завершить до конца текущего года. Здание возводится на основе металлоконструкции. Оно будет двухэтажным. На первом будет располагаться гараж для пожарной спецтехники. Здесь же и на втором этаже по проекту предусмотрены административные, служебные и бытовые помещения. Предполагается благоустройство и озеленение территории. Подрядчикам используются преимущественно материалы отечественного производства. На объекте занято 15 человек. Данный объект пожарное депо на 4 мест. Площадь объекта на 16 на 34. А здесь еще второй этаж перекрытия. Это получается офис, комната для отдыха. Этот уникальный объект, я могу сказать с уверенностью, что в Казахстане она как бы сейчас только строится. Такие объекты именно для пожарного депо. У нас объект из металлической конструкции, обшитый с венч-панелями. Сейчас в данный момент ведутся работы по монтажу каркаса. На объекте уже присутствуют все строительные материалы. Мы подвезли. Со следующей недели уже начнем монтаж сэнч-панелей. Все инженерные сети подводятся. Работы идут усиленными темпами. До конца года планируем закончить объект. На данном объекте работает 15 человек. В данный момент работает подвес смены. В прошлом году в селах Аксу, Успеновка и Караганды были созданы пожарные посты. А в этом году в районе созданы добровольные пожарные формирования. Общей численностью 75 человек. Необходимость в учебном центре для сил гражданской защиты становится ощутимее. Субтитры создавал DimaTorzok